И сегодня практически все директора приветствуют на площадке, и нам очень важно сегодня осветить именно те моменты завершающего седьмого этапа, все самые главные акценты. Сегодня будет очень много важной информации для вас, которую я бы попросила всех региональных руководителей иностранных государств также передать в свои группы, в свои команды. У нас очередные сегодня пункты по работе по нашему личному кабинету, по дисконтам. Сейчас я приглашу Евгения Кудряшова для того, чтобы осветить вопросы, связанные именно с личным кабинетом, очень много вопросов по иностранным языкам, по дисконтам, по изменениям. Сегодня также у нас будет на площадке Алексей Сукадоев и Инета Анжина, и я вижу Лариса Артамонова также может быть добавить. Поэтому, коллеги, сегодня у нас расширенная планерка. Если хотите, такой вот круглый лидерский стол, поэтому сегодня мы очень плодотворно работаем. У нас очень горячая неделя, поэтому очень компактно, очень быстро мы сейчас проговариваем самые важные моменты и продолжаем активно работать. Евгений, пожалуйста, подключайтесь. Евгений Кудряшов. Передаю слово. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики или оценками как-то. Слышно, слышно. Во, отлично, супер. Всех приветствую. Здесь собрались те, на ком все держится на самом деле, лидеры. Вот, очень приятно всех здесь лицезреть. Сегодня хотел вам рассказать о таком важном моменте, да, чтобы вы понимали и у вас было представление, насколько у нас изменится дисконт, вот, по отношению к седьмому этапу, ну, в восьмом этапе, какой будет дисконт. Сейчас я открою файлик один. Так, сейчас. Посмотрю. Сейчас, секунду, я только тут разберусь немножко, как его включать. Во, включил. Значит, смотрите, прокомментирую. У нас вот эта сравнительная таблица, которую сейчас мы тут на скорую руку набросали, вот, и ее мы вам тоже, наверное, представим. Немножко только поправим кое-что здесь. И уже вы получите для работы, для того, чтобы уже могли своим партнерам доносить, рассказывать. Значит, смотрите, что у нас получается по сейчас текущее предложение по пакету старт-сеньор стабильный бизнес. Вот, здесь у нас были вот эти следующие дисконты, да, с пакетами, ну, с включенными акциями 26,250, 60,400, 175,405. Дисконт уменьшится примерно, мы считали, 20%, вот, минус 20%. И уже с восьмого этапа у нас получится в пакетах акций то, что вы видите ниже, да. Также добавится непосредственно пакет бизнес-старт. Этот пакет, он будет в рассрочку на 2 месяца, с возможностью закрыть его досрочно и получить дополнительный бонус. Вот, пакет будет стоимостью 300 долларов в месяц. Вот, хочу вам сразу еще сказать такой момент. Изменится условие получения дополнительного бонуса. Если у нас на текущий момент в пакетах старт-сеньор стабильный и бизнес, условие получения дополнительного бонуса заключается в том, либо делается двойной платеж сразу за 2 месяца вносится, либо приглашаются 2 новых инвестора с суммами от 25 долларов. И таким образом, то, что мы видим вот здесь, вот, не знаю, видите ли вы мою мышку или нет, там 9 тысяч акций, 21 тысяча акций в сеньоре, в стабильном 60 тысяч и в бизнесе 144. Вот, это можно было получить при помощи двойного платежа. Значит, с восьмого этапа, начиная с восьмого этапа, который вступит в силу у нас в 23.55 17 октября, получение дополнительного бонуса будет исключительно после покупки пакета, когда вы купили пакет или кто-то из ваших партнеров приобрел. Для того, чтобы получить бонус 5, 8, 40 и 63 тысячи акций, для этого будет необходимо в течение одного месяца, с момента покупки пакета, с момента первого платежа, пригласить двух инвесторов, чтобы, двух новых инвесторов, которые проинвестируют от 25 долларов. И таким образом будет начислен дополнительный платеж, дополнительный бонус, вот как раз 5, 8, 40 и 63 тысячи акций. С этим подскажите, пожалуйста, понятно? Если не понятно, задайте вопрос. Вот, поставьте плюсики, пожалуйста. Все, я понял. И также смотрите, вот, чуть-чуть о пакете бизнес старт. Только первый месяц после открытия расстройки. Да, Максим, только первый месяц после открытия рассрочки. То есть мы можем зарегистрироваться, там, например, год назад, да, не важно. Вот, как только мы купили сами пакет, например, сеньор, стабильный бизнес старт, неважно какой. Вот, все, сделали первый платеж, потому что мы можем, например, оформить, но не купить. Сделали первый платеж. И вот с даты вот этого первого платежа отсчитывается 30 календарных дней. Все, ясно, понятно, отлично. Дальше, пакет бизнес старт. Вот, в пакете бизнес старт, там у нас идет получение дополнительного бонуса за счет, если вы этот пакет закрываете сразу. То есть 2 по 300 за 600 долларов. Условие того, что закрыть нужно пакет, это должен второй платеж быть не позднее, чем в первые 24 часа. Еще немножко поясню, чтобы всем было максимально понятно. Мы купили, например, в 12 часов дня, сегодня, 11 октября. Вот не позднее 12 часов дня, 12 октября должен быть внесен второй платеж. Сейчас отвечу, значит, смена дисконта 17 или 17 по 17 включительно. Смотрите, 17 числа, это, если я не ошибаюсь, будет понедельник, в 23.55, то есть у всех наших партнеров до 23.55 есть возможность купить пакет в рассрочку по дисконтам 7 этапа, текущего этапа 7. Вот. Начиная в 23.55, там до 12.00, там где-то 0.05, уже 18 числа, будет кабинет отключен на перезагрузку новых пакетов. Эти пакеты мы подгрузим, и, соответственно, уже с ночи 18 числа пакеты, которые доступны в седьмом этапе, их приобрести будет уже нельзя. Это понятно, Григорий Михайлович? Я ответил на ваш вопрос? Все понятно. Так, у меня было много инвесторов, которые закончили оплачивать пакеты в рассрочку. Просьба, продлите до конца седьмого этапа возможность приобрести еще пакетом по старым условиям. Значит, смотрите. До конца седьмого этапа. До конца седьмого этапа вы покупаете все пакеты на старых условиях. Смотрите, эти пакеты, это никак не влияет на те рассрочки, например, вот Людмила, вам рассказываю. Эти пакеты, условия не меняются для пакетов, которые куплены были с дисконтом 1.600 в декабре 2015 года. Те пакеты, как компания обещала, так мы и выполняем свои обязательства в плане того, что они продлеваются. То есть, как человек закрывает эту рассрочку, у него появляется снова возможность продлить. Продление возможно либо этого же пакета, либо пакета стоимостью выше. Приведу пример. Если человек покупал с дисконтом 1.600 пакет с ежемесячным платежом 50 долларов, то есть общей стоимостью 500 долларов, то после внесения последнего платежа и оформления сертификата на этот пакет, у него открывается еще одна возможность, появляется кнопочка на этой рассрочке «Купить на тех же условиях». И нажав эту кнопочку, доступны пакеты за 50, 100 и там был либо 200, либо 250. Прошу прощения, не помню точно. 250, Максим подсказывает. Вот. Если человек покупал за 200 долларов пакет ежемесячного, то ему будет доступен после закрытия с ежемесячным платежом 200 долларов. На эти пакеты смена дисконта не распространяется. Теперь, что там еще было? Продлите до конца седьмого этапа приобрести пакеты. А если пакеты куплены с дисконтами, которые были в 2016 году? Если пакеты куплены с дисконтами 2016 года, то, соответственно, они закрываются и потом будут доступны пакеты, только которые уже согласны восьмому этапу. Как забронировать пакет? Вот смотрите. Если кому-то, кто-то сейчас, ну, сейчас много будет людей, которые очень хотят купить, вот еще успеть по дисконтам седьмого этапа. Для этого необходимо сделать следующее. Зайти в личный кабинет, оформить пакет и оплатить первый месяц. И у человека будет до момента второго платежа более месяца, там, давайте так скажу, полтора месяца. То есть на протяжении полутора месяцев человек сможет, партнер, инвестор, внести второй платеж за второй месяц в течение полутора месяца. Вот в течение полутора месяцев этот пакет, он у него не обнуляется. Вот. Таким образом бронируйте пакеты по текущему седьмому этапу, по текущим дисконтам, которые есть сейчас. И огромная убедительная просьба всех лидеров, да, донести это до своих партнеров. Вот. Об этом мы еще сегодня, завтра сделаем рассылку. Сделаем рассылку на нескольких языках. Постараемся сделать на всех языках, которые у нас сегодня доступны в личном кабинете. Так, это что касаемо пакетов. Стар, сеньор, стабильный бизнес. Так, а подскажи... А, вот, наверное, нет. Не могу понять. Коллеги, помогите мне чуть-чуть вниз. А, все, 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 понял, понял. Значит, дальше. У нас также доступны сейчас пакеты за 5, 10, 25 и 50 тысяч долларов в рассрочку. Вот это те дисконты, которые непосредственно будут уже в восьмом этапе. То есть с 270 меняется на 230, с 315 на 255, с 320 на 265, и с 325 меняется дисконт на 280. Вот, вы видите уже отличия по данным пакетам. Здесь как бы особых условий нет. Но также любые пакеты в рассрочку, которые мы сейчас непосредственно, которые у нас есть в личном кабинете, они все бронируются по тому принципу, который я вам рассказал. Обязательно оплата первого месяца. Если оплаты первого месяца в пакете по рассрочке не будет, то с наступлением восьмого этапа эти пакеты, которые были оформлены, они сбросятся. Вот, они не будут доступны для покупки. Так, идем дальше. Это у нас здесь пакеты... А, это разовая покупка. Хочу также отметить, да, вот здесь пакет 5, 10, 25, 50. Это для разовых покупок, а на предыдущем слайде у нас было для покупки в рассрочку. И дисконт здесь отличается. То есть, если мы покупаем в рассрочку, это будет 230 дисконт. Если покупают разово, то дисконт уже будет 240. То есть, для тех инвесторов, которые платят нам единовременно, то дисконт более выгодный, чем для покупки в рассрочку. Если есть вопросы, давайте сейчас какой-нибудь вопрос задайте. Все ли понятно? Или дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Поставьте плюсики, что все понятно. Ок-ок-ок, идем дальше. Акционные счета можно соединять из двух кабинетов в один основной с фондом и потом приобрести сразу пакет из двух кабинетов. Елена, поясните, пожалуйста, из каких двух кабинетов в какие вы? Ну, первый капитал, а второй какой кабинет? Ну, ладно. Тут смотрите. Давайте, тут не важно, в принципе, какой второй кабинет. Если это имеется в виду головная и капитал, нет. Эти кабинеты не объединяются. Деньги не объединяются. То есть, вы покупаете на деньги те, которые у вас есть непосредственно в капитале. Так. Сейчас один момент вопрос. Так, сразу один пакет на общую сумму. Все, я думаю, ответил на ваш вопрос. По поводу того, что у нас пакеты в рассрочку, которые предложены, да, также имейте, пожалуйста, в виду, что они не покупаются с объединением, например, бонусного и акционного, или основного и акционного. То есть, за акционный счет вы можете приобрести пакеты, которые у нас находятся непосредственно в общем прайсе. Которые, ну, табличка представлена в разделе «Инвестировать». Так, верхний. Верните первый снимок с макетами. Татьяна, мы вам выдадим этот файл, и у вас он будет для работы. Так, Светлана. Пакет «Малыш» может приобрести человек, у которого нет ребенка. Да, он может, но оформление этого пакета, оно будет исключительно на несовершеннолетнего. Вот. То есть, этот пакет можно и подарить кому-то. Вот. Единственное, если человек, у которого нет ребенка, приобретает, а потом не знает, на кого оформить, то, собственно, в любом случае нужно будет найти конечного получателя. Как долго будет функционировать старый и новый кабинет? Я думаю, что еще в течение одного месяца. Так, малыш перестает уже после окончания оплаты. Так, идем дальше. Значит, смотрите. У нас появляется три новых пакета. Но там будет сейчас еще один, про который расскажу чуть позже. Вот. Но это тот пакет, который вы все знаете, инотранс, с определенными дисконтами. Вот. Появляется пакет-мультипликатор. Вот теперь, вот смотрите, внимательно, очень внимательно послушайте. Я раз в 20 всем повторю, расскажу, как все считается. Смотрите, этот пакет-мультипликатор был создан, на самом деле, чтобы поощрить всех наших старых инвесторов, всех тех людей, которые приняли решение инвестировать с самого начала, у тех, у кого уже достаточно много акций. Но не обязательно, что достаточно много, да, любое количество, в принципе, под эти пакеты подходит. Вот, смотрите, значит, здесь три пакета. Мультипликатор, который будет называться мультипликатор 100, дальше мультипликатор 250 и мультипликатор 500. Это три пакета в рассрочку на 10 месяцев. Какие условия по этим пакетам? Смотрите, когда человек покупает, инвестор приобретает данный пакет, к примеру, вот у инвестора на текущий момент, на текущий момент есть, например, общей суммой, там, давайте просто как пример, 5 оформленных сертификатов, 5 покупок, 5 пакетов оформленных до конца, все, выплаченных всех, это не важно, рассрочка, это были разовые пакеты, не важно. Допустим, вот эти 5 у него сертификатов общей суммой на 1 миллион акций. То есть, поясню еще раз, то есть сегодня, например, инвестор имеет миллион акций, оформленных все, закрытых, и тут он видит пакет-мультипликатор. Допустим, он приобретает мультипликатор 100, в котором 140 тысяч акций. По завершению, по оплате 10 месяца пакета-мультипликатор 100, общее суммарное количество акций у данного инвестора получается 1 миллион, который был, и плюс 140 тысяч акций, которые он купил в пакете-мультипликатор. Итого у него получается 1 миллион 140 тысяч акций. И вот теперь к этой сумме 1 миллион 140 тысяч акций мы прибавляем на премиальный счет 1%. Теперь рассмотрим пример следующим, со следующим пакетом мультипликатор 250. Если инвестор, приобретая этот пакет, имея миллион акций, просто что у него уже, они оформлены, уже есть, выплачивая последние 250 долларов по данному пакету из общей стоимости 2500 долларов по пакету, ему к общему количеству акций 1 миллион, который был, плюс 475 тысяч акций, которую он приобретает в данном пакете, прибавится плюс 2% к данному пакету. Дальше. Еще рассмотрим пример на мультипликаторе, который 500. Вот если у него был 1 миллион акций оформлен, и он купил мультипликатор 500 и выплатил все 5000 долларов, то как он выплатил, к нему к 2 миллионам 150 тысячам акциям добавится еще 3%. Суммарно, к общей сумме добавляется 1, 2, либо 3%. Теперь давайте я спрошу, все ли вам было понятно на этом этапе, что я рассказал. Сейчас еще о нюансах немножко дальше. Поставьте плюсики, ок, понятно. Понятно, понятно, все, ладно, давайте не будем забивать сильно плюсиками, чтобы вопросы наши не уехали наверх. Просто если есть вопросы, пишите. Так, значит смотрите, данный пакет, инвестор, инвестор может получить максимум плюс 3% к своим акциям. О чем это говорит? Объясняю. Если на сегодняшний день инвестор приобретает пакет мультипликатор, к примеру, 250. Вот он купил этот пакет, выплатил. Ему добавилось плюс 2% к общему количеству акций. Если инвестор решит купить себе пакет, который, например, мультипликатор 100, где плюс 1%, то ему уже не добавится 1% к общей сумме акций по выплате, так как он уже получил 2%. Далее, если инвестор после того, как он получил 2% на пакете мультипликатор 250, если он приобретает мультипликатор 500, то ему добавится не 3% плюсом, а 1%. То есть, суммарно, неважно, сколько раз человек будет приобретать, инвестор будет приобретать пакеты мультипликатор, он сможет получить плюс 3% к текущему объему акций. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Я сейчас, да, отвечу на вопросы. Вот то, что я сейчас объяснил. Это понятно или непонятно? Да. Да, Владимир, согласен. Шикарное предложение. Потому что у многих, у кого 10 миллионов акций, у кого 5, у кого 20. А в основном это все те, кто с самого начала приняли решение инвестировать в проект, поверили этому проекту. Ольга, предыдущая акция обязательно в капитал? Да, да. Да, предыдущие акции. Все акции, которые у вас есть в капитале. В разделе, значит, инвест... Сейчас вспомню. Сертификаты, где у вас находятся сертификаты в разделе. Вот на все вот эти сертификаты, на все то количество акций у вас будут вот эти плюсы с пакетами мультипликатор. Так, предыдущие акции обязательно... Да, сейчас я подниму вопросы просто, какие здесь были выше, чтобы ответить. Светлана, так, оформление пакета уже после окончания оплаты, все рассрочки на имя ребенка. Да, Светлана, происходит оформление пакета малыш уже после оплаты. Вот, как долго будет функционироваться? Так, это ответил. Значит, оформление пакета малыш плюс... А, все, прошу прощения, не заметил сразу ответ Лариса дала. Так, пакета мультипликатор. После стопроцентной выплаты на 1, 2 или 3 процента умножаются все акции, купленные до этого, плюс акции самого пакета. Совершенно верно. Все, что было куплено до этого, плюс акции самого пакета. Так, малыш оформляется на ребенка, но в регистр заносится инвестор, дарящий пакет ребенку. И с момента достижения 18 лет в регистре пакет переоформляется на этого ребенка. Да. Предыдущие акции обязательно. Так, по пакету малыш на себя человек не сможет в конце оформить пакет. Нет, Светлана, не сможет он оформить на себя в конце этот. В том-то и дело, что эти пакеты, у них особые условия. У них условия выше, чем у обычных пакетов. Но при этом мы регламентировали покупку этих пакетов непосредственно оформлением на ребенка. Так, значит, если у инвестора есть рассрочка по мультипликатору, то по 100% выплату пакета мультипликатор до процент насчитывается только на завершенные рассрочки. Да, совершенно верно. Вот это тоже огромный акцент хочу на этом поставить. Благодарю Ларису, что напомнили. Вот смотрите, еще такой момент. Это нюанс, очень важный нюанс, чтобы потом никаких разногласий не было. К примеру, у меня сегодня, допустим, 100 тысяч акций уже оформлены и купил я их, например, неделю назад. Либо сегодня с утра я закрыл полностью рассрочку, оформил договор, все. Но при этом у меня, например, еще на 1,5 миллиона есть 3 рассрочки, в которых я оплатил, к примеру, по 3 месяца. Вот, в каждой там рассрочке по 500 тысяч акций. Вот. Так, сейчас, секундочку, я тут телефончик включу. Вот, и в каждой рассрочке в этой по 500 тысяч акций. И инвестор приобретает еще пакет-мультипликатор, например, там, мультипликатор 500, где ему дается плюс 3%. Так вот, плюс 3% ему мы начислим на премиальный кошелек непосредственно на акции, которые уже оформлены. На текущие рассрочки, которые не оформлены, ничего начисляться, бонуса никакого не будет. Смотрите, это еще один момент для, на самом деле, для вашей работы, для мотивации партнеров. В чем он заключается? В том, что, к примеру, у человека, у инвестора оплачено, там, например, 5 месяцев из 10, то можно смотивировать на то, чтобы оплатили вот эти сейчас 5 месяцев, и потом внесли только последний платеж по пакету мультипликатор. Вот таким вот образом можно сделать. То есть, как, так сказать, двигатель текущих рассрочек. Так, да, если проплатил до 17-го и сумма пакетов на 1 миллион, но еще нет сертификата, не успел получить, акции мультипликатора распространяются. Смотрите, Татьяна и все очень внимательно. Вот сейчас такой момент. Сертификат, то, что не успел получить, это никак не влияет на покупку, на то, что оформлен ли пакет или нет. Сертификат – это уже, как бы, все, вы оплатили, а вот мы вам присылаем чек. То есть, пакеты должны быть все закрыты, то есть, у всех пакетов, если это в рассрочку, оплачены все последние месяцы на момент закрытия мультипликатора. Если пакеты были приобретены на акционные, они входят в общее количество пакетов? Да, хороший, Светлана, вопрос. Да, да, все пакеты оформлены, которые у вас есть, все сертификаты, на них на все входит. Так, процент начисляется на общий пакет акций. Все верно. Какие вопросы на данном этапе еще возникают? Если нет вопросов, там поставьте плюсики, ок, и идем дальше. Какой еще? Сейчас покажу. Как долго будет это возможно? Смотрите, Ольга, отвечаю вам, отвечаю всем, как долго будет эта возможность? Все то, о чем мы сегодня с вами говорим, все новые пакеты, которые мы представляем всегда со сменой этапа, например, седьмой этап вот сейчас заканчивается, да, и восьмой этап. Вот все пакеты строго для восьмого этапа. Все, мы не знаем, что будет на девятом этапе. Мы не знаем, что будет на десятом этапе. Мы не знаем, что будет там вплоть до пятнадцатого этапа. Возможно, этот этап там через месяц, два, три, ну, три это уже много, да, для текущих событий, которые сейчас происходят. Я думаю, возможно, этот этап там продлится там месяц, два, да, и все. Вот эти условия, они применимы. Все пакеты, все дисконты, все начисления, все дополнительные бонусы. Все, о чем мы сейчас с вами говорим, это применимо исключительно к восьмому этапу. Все, и это будет так всегда. То есть на девятом этапе там, возможно, будут какие-то новые пакеты. Десятый этап, если еще не закроем полностью все финансирование, будет еще что-то новое, еще как-то по-другому. Вот. Но все пакеты, приобретенные в восьмом этапе, в седьмом этапе, в восьмом этапе, неважно на какое количество месяцев рассрочка, вот, мы всем даем, никого не торопим, мы всем даем возможность оплатить там из месяца в месяц. Никого не торопим и не говорим, закрывайте срочно рассрочки, иначе будет апокалипсис. Нет, такого нет. Так что все партнеры, они могут быть уверены в том, если они купили по текущим дисконтам, вот, они смогут спокойно все эти рассрочки выплатить и получить обещанное количество акций. Так, пройдусь немножко. Сумма должна быть от миллиона акций. Светлана и все остальные. Вот. Сумма неважно какая. Если у вас есть там пять акций, то на пять акций добавится один, два, три процента. Но суть в том, что от определенного там количества акций вы просто сравните все дисконты, да, на самом деле эти пакеты, ну, для тех, у кого уже есть акции, потому что, ну, смысла нету покупать эти пакеты, если это новичок. Нет, это вот именно для наших старых добрых инвесторов. Так, сейчас, секунду. Идем дальше. Какая разница, с какого счета куплены акции? Какая разница, с какого счета куплены акции? Я не понял, Павел, ваш вопрос. Наверное. Ладно, поясните мне просто этот вопрос. Ну, просто есть некоторые пакеты, которые доступны только с основного и с бонусного, а есть пакеты, которые доступны как бы со всех счетов. Вот. Некоторые пакеты вы просто с акционного не купите. А то иначе, ну, получается, в подарки дарим, потом еще в подарок заворачиваем, в подарок окунаем, еще и в подарочную упаковку упаковываем. Ну, это я про акционные. Так, для начисления, какой процент будет идти на акционные? Суонный счет. Франтишек, я понял ваш вопрос. Этот вопрос касается непосредственно дохода по партнерской программе. Вот буквально дайте нам, пожалуйста, еще один-полтора дня. Вот. И вот этот процент, который будет идти, мы вам его уже объявим. Сейчас вот на стадии сейчас принятия решения, согласования. Вот. Сразу вам скажу, что сейчас рассматривается, ну, давайте так, это пока не принято, но рассматривается то, что вот начисление на акционный счет по работе по партнерской программе будет зависеть в процентном соотношении от статуса в компании, то есть от статуса лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Вот. А какие проценты будут, об этом мы сообщим вам позже. Вот. Пока это обсуждается. Ничего пока еще не принято, никакого решения. Останутся ли пакеты с бонусного? Да, пакеты с бонусного останутся, я вам их покажу. Значит, дальше. Какой процент на фондовый? 25 от бонусного. Вот. Ну, пока не до конца вот этот момент еще. Вот Лариса написала 25, да? Вот еще, говорю, день-полтора, дайте, пожалуйста, нам. Нет разницы. Идем дальше. Так, в новом кабинете введите, пожалуйста, курс доллара. Да, хорошо, делаем. Так, 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 значит, идем дальше. Смотрите, у нас был пакет инотранс. Мы по многочисленным, даже тут не многочисленным, а вот в превосходной степени просьбам возвращаем этот пакет. Вот, он всем понравился. Только, ну, обратите внимание на те дисконты, непосредственно, которые были у нас в седьмом этапе за пакетом. 235, 270, 290 и 300 был на четвертой покупке. И непосредственно уже в восьмом этапе на пакете инотранс дисконты будут следующие. 150 при покупке первой. Далее. При покупке не позднее, чем в следующем текущем месяце дисконт будет 200 этого же пакета у этого же инвестора. И при покупке не позднее, чем в течение следующего календарного месяца дисконт будет 250. При этом к пакету инотранс добавится памятный сувенир, который очень похож на монету. Вот, но он называется памятный сувенир, это не монета. Вот, его изображение мы вам представим уже позже. Также хочу сказать о небольшом таком нюансе. В пакете, до этого у нас был юбилейный пакет, да, мы здесь такой некий симбиоз инотранс юбилейный получился. Вот, в пакете, который был юбилейный, монета была, как вы помните, на 1 на 4 покупки. Вот в данном случае монета 1 на 3 покупки. То есть, монету получает инвестор при покупке вот первого пакета. Второй, третий пакет, когда он покупает, монета не дается. Монета дается на 4, 5, 6 раз. Монета дается на 7, 8, 9 раз. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Понятно, и есть ли вопросы по данному пакету. Ну, вы все с ним знакомы, в принципе. Ну, либо ок, 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 все понятно. Так, не совсем понятно. Людмила, сразу вопрос задавайте. Вопрос задавайте. Следующая покупка инотранса в течение календарной... Ирина, выключите микрофон, пожалуйста, а то я себя слышу. Следующая покупка инотранса в течение календарного месяца. Да, в течение следующего календарного месяца. К примеру, купили 5-го числа, 5-го... Ну, допустим, сегодня 11-е, давайте на этом примере, 11-го октября. Вот, следующая покупка должна быть не позднее, чем 30-е ноября. Следующая, третья покупка пакета инотранса должна быть не позднее, чем 31-е декабря. Вот таким вот образом. Владимир Павлов, я думаю, ответил на ваш вопрос. Так, и Людмила Гурьева, Владикавказ. Задайте вопрос, что не совсем понятно. Понятно, ну, отлично. Так, кто-то мне тут чуть-чуть поменял слайд. Значит, так, тут все мелко, мелко, мелко. Давайте так. Вот это просто здесь представлено фрагмент, ну, не фрагмент, а таблица по текущим дисконтам, которые у нас будут в восьмом этапе на обычные пакеты, которые будут в общем прайсе. Значит, в принципе, минус 20% от текущих всех предложений, это и есть восьмой этап. Вот. Вот эту табличку мы сейчас ее очень быстро делали, делали, делали. Понятно, чуть-чуть не доделали. Вот. Сейчас мы ее причешем, приведем в приличное состояние и уже всем вам в чате разошлем и будет у вас инструмент для работы. Где эту таблицу? Ну, я вот, честно говоря, не знаю, как ее здесь. А, так. 36, давайте 50%. Попробуем поставить. Во. Сейчас крупнее видно? Или вот так? Так. Нет. Ну, я что мог, сделал на самом деле. Не знаю, появилось у вас крупнее. Я изменил процент. Вот. Мы вам скинем. Сегодня в течение дня вы получите эту табличку. Вот. С новыми дисконтами. Да, в группе ВКонтакте везде повесим ее, она будет висеть. Вот. Хотел бы дальше... Либо, ну, вопросы, какие есть у вас, да, задавайте, отвечу на вопросы. Вот. Либо тогда передаю коллегам слово. Процентность изображения. Максим, увеличил, не получается. Вот сделал уже, ну, 60%, чтобы на экран помещалось, но ничего, как бы... А, каждый, все, я понял, каждый сам у себя это делает. Ирина? Коллеги, все, мы идем дальше. Дальше у нас идет дальнейший процесс. И самый главный акцент, о чем говорил сегодня у нас Евгений, это то, что вы должны понимать, что с текущими пакетами, которые существуют на сегодня, и с которыми мы работаем еще целую неделю, есть колоссальная разница. Коллеги, 20%. Поэтому абсолютно точное описание пакетов в цифрах, на примерах, обязательно будут. Очень подробно будет сказано еще на нашем форуме 15-го числа. Я прям делаю акцент на этом. Поэтому, возможно, вы не обратили внимание, что все новости нового этапа будут подробнейшим образом описаны и сказаны с 18-го числа. И, коллеги, наша следующая планерка 18-го числа, поэтому никакого беспокойства, вся информация будет дана в нужное время. Евгений, огромное спасибо. Все последующие вопросы мы решаем в текущем порядке. Просто благодарим за уже подробную информацию даже на этом этапе сейчас, пока мы находимся на седьмом этапе, потому что одномоментно одно заканчивается, другое начинается. Но у нас сегодня еще очень важная информация. Я бы хотела пригласить Алексея Суходоева, потому что очень важные события, очень много сейчас мероприятий. Алексей, передаю слово. Благодарю, Ирина. Приветствую, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Ну, собственно, вот инотранс прошел буквально полторы недели назад, но события действительно наслаиваются друг на друга, можно сказать. То есть через несколько дней после инотранса, как вы прекрасно знаете, мы участвовали в белорусской выставке. Сейчас еще одна белорусская выставка. Плюс в Мельбурне, в Австралии, соответственно, также выставка. Там вообще мировая выставка. И также мы попадем на экраны мировой общественности, так скажем. И что хотелось бы отметить, дорогие друзья. В первую очередь, то, что мы видим, и это наглядно, это не видно под лупой, не нужно какие-то алгоритмы расчета применять. Это видно невооруженным взглядом, что инвестиции растут в геометрической прогрессии. Это действительно радует, естественно, и это говорит о том, что строительство у нас будет идти по этапам. И я хотел бы обратить ваше внимание на одну очень важную вещь, которую нужно доносить до партнеров. Самый частый вопрос, который сейчас задают, когда будет следующая смена дисконта. Честно ответим, мы не знаем, когда будет смена следующего дисконта. Но что-то нам подсказывает, что следующая смена дисконта будет намного раньше и произойдет намного скорее, чем происходило на ранних этапах. Это опять же заслуга инотранса. Это заслуга того, что у нас есть реальные аргументы, с которыми мы можем выступать на совершенно различных уровнях. Мы с коллегами придумали инструмент и будет в ближайшее время внедрен очень простой информативный лендинг. Также будет разработана листовка, где будет показываться просто, что было в 2015 году и что стало в 2016. Что касается легкого прогулочного транспорта, то это вообще тот же 2016 год и буквально за 4 месяца с нуля была разработана машина мирового уровня и мирового качества. Соответственно, вот этими аргументами мы пользуемся, естественно, на крупных самых переговорах. Мы это все люди, кто развивает проект Skyway Capital. И настали бессонные ночи, но очень радостные бессонные ночи, когда действительно мы работаем, работаем и работаем. Виктор Бабурин вообще, собственно, не выходит из самолета, можно сказать. То есть он из него выходит, чтобы провести переговоры. И крайне важные переговоры, на которые я хотел бы обратить внимание, дорогие друзья, это переговоры с одним из штатов Индии. И здесь представлены на фотографии, естественно, Виктор Бабурин, естественно, руководители инженерного центра ЗАО Струнные Технологии. И были проведены с министрами переговоры на более чем достойном уровне. И действительно, как бы с великолепной отдачей, настолько великолепной, что в ближайшее время Виктор поедет в Индию договариваться насчет конкретных адресных проектов по Индии. И самое интересное, что финансирование, большей частью, будет с их стороны. Если говорить про статистику потенциальных стратегических инвесторов, которые сейчас за нами наблюдают, и если раньше их можно было пересчитать 1-2, то сейчас их количество растет. И вот фронтишек Solar не даст мне солгать, что даже по результатам Европейской конференции в Словакии, для Чехии, Словакии, Венгрии, несколько людей готовы лететь буквально в смысле на экотехнопарк на своих самолетах. И это действительно примечательно, потому что ранее этих людей можно было пересчитать буквально 1-2. Сейчас количество потенциальных, крупных, крупнейших, а также стратегических инвесторов, которые за нами наблюдают, растет. И, соответственно, я могу сказать, что, дорогие друзья, время не просто трубить во всю трубу нашу Skyway о том, что проект развивается, о том, что мы достигли таких результатов, пришло, но и время крупных и крупнейших инвестиций пришло. То есть мы готовы максимально вас поддерживать и выступать на телемостах для конкретных отдельных стран. Мы регулярно выступаем и по своим структурам, но готовы при заранее подготовленных мероприятиях выступать на отдельные страны с переводчиком, либо без, это мы уже разберемся по ходу пьесы. И готовы максимально помогать, максимально вводить, если вы вдруг не можете ввести ваших партнерах в информационное поле текущих результатов и текущих событий. Мы готовы это доносить. Это, естественно, может служить подготовкой уже региональных конференций, если у кого-то они не были еще проведены. И, естественно, ничто не даст такой резонанс, как живое событие. И такое вот очень значимое живое событие у нас пройдет в Юрмале, по которым расскажет более подробно Инета Анжена уже. И это действительно будет грандиозное событие, грандиозное по новостям и по той информации, которая будет представлена. Что касается футурологии, там тоже будут представлены новые веяния футурологии. И еще хотелось бы отметить и обратить ваше внимание на такой вопрос, как адресные проекты. Многие задают вопросы по поводу наших коллег Skyway Invest Group и так далее. Что за адресные проекты и кто отвечает вообще за адресные проекты. Так вот, я могу сказать, что за адресные проекты в Skyway отвечает два человека. Это Анатолий Эдуардович Ницкий и Ротхук. И Виктор Бабурин уже, как один из главных представителей головной компании Skyway, отвечает уже по их распоряжению за адресные проекты. Иные слова, говорим ли их мы или кто-то другой из других инвестпроводящих систем. Если они не подтверждены головной компанией, то они не подтверждены ничем. Соответственно, я рекомендую обращать внимание вас и ваших партнеров на именно достоверную информацию. И только на подобных планерках в официальных новостях можно увидеть новости об адресных проектах. Ну и, соответственно, подытоживая, я хотел бы сказать, что рассрочки, как вы видите, у нас будут продолжаться. И это ваше конкурентное преимущество, в том числе, если кто-то говорит в других инвестпроводящих системах, и кто-то, допустим, хочет давно перейти, и там говорят, что рассрочек не будет. Рассрочки сохраняются. И опять же, это мнение кого-то извне. Рассрочки будут и есть. И, соответственно, мы сейчас наращиваем темпы оборота, но стратегических инвесторов пока мы не видим конкретных. Поэтому нам необходимо не сбавлять темпы и работать, развиваться, проводить конференции, намечать планы и достигать планируемо. Благодарю, друзья. А теперь я слово передаю Инете Анжене. Добрый день, коллеги. Спасибо, Алексей. Да, чувствуется такое волнение, да? Все в каком-то таком странном, интересном настроении. То есть завершаем седьмой, переходим на восьмой, и все это нас радует и в то же время волнует. Я думаю, что со всем мы справимся. Самое главное – эту неделю нам отработать по полной программе и гордо закрыть седьмой этап. Это самое главное. Сегодня это общая информация и про восьмой этап. Вы знаете, у нас следующая неделя очень хорошая. У нас впереди 15 число – это телемост. 17 числа, рекомендую, сейчас присутствуют все лидеры регионов, рекомендую сообщить вашим партнерам, что по понедельникам в 19 часов идет моя рабочая планерка. На ней полностью будут объяснены все программы, все дисконты, все графики, все точные нюансы, которые важны для всех партнеров. Вопросы задаются, на все будут даны ответы. И также, конечно, вторник мы сами между собой встречаемся и еще раз все это обсудим. Поэтому сейчас не волнуемся о восьмом, думаем, как мы закрываем седьмой этап. И живые встречи, как Алексей сказал, ничто не может заменить живые встречи. Поэтому самое главное – это участвовать во всех серьезных мероприятиях. И, конечно, я сегодня говорю про форум, про европейский форум, который 22-23 октября, да, в прекрасном городе Юрмал. Несмотря на то, что лето прошло, вы видите Юрмала красиво и осенью. И с нашим настроением, с нашей прекрасной командой у нас все должно произойти отлично. Что теперь очень важно? Друзья, открыта специальная ссылочка, да, по которой вы можете выйти на регистрацию. Лидеры, самое главное, вы же каждый организуете свои мероприятия и понимаете, самое главное – это вовремя организоваться на мероприятиях. Очень большая просьба проходить регистрацию с оплатой, которую можно найти внутри кабинета и можно идти вот отдельно по этой ссылочке, да. Ссылочка, по-моему, уже выслана и на чат, если нет, то я еще сегодня повторю, выставлю, но в кабинете. Что меня удивляет, и сегодня заданы были вопросы Евгению, по поводу старого нового кабинета. Я надеюсь, что большинство вы сами и своих команд уже приучаете к работе с новым кабинетом. У нас ссылка на регистрацию в новом кабинете, хотя в старом мы сейчас собираемся выставить дополнительный информационный материал, да, чтобы все могли подключиться. Но, коллеги, нужно, нужно уже переходить на новый кабинет и работать по новой системе. Очень тепло вам рекомендую именно это делать. Смотрите, заходя в кабинет, вот я чисто практически, чтобы мы выполнили основную задачу. Сейчас основная задача за эту неделю зарегистрировать максимум желающих людей, которые планируют приехать. Это все очень важно для решения всех организационных вопросов, чтобы каждому гостю, который приехал, потом не было ощущений, что не хватало места, не хватало чашки кофе или кто-то не обратил на него внимания, или пришлось долго стоять в какой-то очереди, чтобы решить свои вопросы. Поэтому регистрации на форум – это задача номер один после задачи закрытия этапа. Европейский форум в событиях можно найти. То есть выходим на события и выходим на форум регистрации. Регистрации нам предлагают две системы. Это регистрацию себя или любого другого партнера. Смотрите, насколько облегченная система. Вы в своем кабинете можете зарегистрировать любого другого партнера или провести за него оплату. В этот раз у нас оплата на мероприятие проходит через кабинет. Это тоже облегченная форма, потому что нет никаких осложнений с подсоединением карточек или других платежных систем. Поэтому с кабинетов друг другу помогаем, делаем регистрации. Кроме партнерской регистрации мы регистрируем гостей. Гости – это люди, которые участвуют только один день на нашем мероприятии. Партнеры участвуют два дня. Здесь делая акцент, первый день, он действительно как серьезное представление проекта, всех актуальных моментов, всего важного, что нас ждет в скором будущем. То есть для людей, которые еще не смогли сделать свой выбор или которых вы хотите полноценно ознакомить с проектом, первый день для них будет очень интересным и важным. Поэтому гостей приглашаем, и гости у нас идут за отдельную оплату. Мы гостей регистрируем в кабинете. Если вы до последнего момента не знаете, какой именно гость с вами согласится приехать, то делайте облегченным способом, регистрируйте себя. Например, там Виталий номер один, Виталий номер два, Виталий номер три. То есть вы купили свой билет, и своих гостей под вашим именем раз, два, три вы просто приобрели для них билет. И в последний момент, приезжая, вы уже под этими билетами заводите своих гостей. То есть все легко и просто. У вас выявляется сумма, вы можете добавить дополнительных гостей, вы можете добавить дополнительных партнеров. Эта форма регистрации, по-моему, очень удобна и очень удачно в этот раз сделана. При результате вы можете несколько раз заходить в кабинет и продолжать регистрации и пароплаты. Вот этим снимком я вам просто показываю то, что все, что вы делали до этого, это зафиксировано датами, именами, фамилиями. Вы видите и своих партнеров, и себя лично, и своих гостей, которые прошли регистрацию. Зарегистрированные люди уходят в общий список, и билетов у нас на этом мероприятии нет. Вам билеты никуда не высылаются. Вы просто в общем списке компаний, и приезжая, вы пройдете регистрацию на конференцию по листу регистрации. Поэтому даже у нас на регистрации будут отметки для разных стран, чтобы очереди были как меньше, ну, да, небольшие, чтобы быстрее можно было распределиться по странам и именно себя зарегистрировать. Если у вас появились новые гости, появились новые партнеры, которых нужно зарегистрировать, зашли повторно, третий, пятый раз, и ваш вот этот список просто удлиняется, и все зарегистрированные люди здесь, у вас свой отчет перед этим, да, и компания тоже имеет свой отчет. Давайте о некоторых нюансах. Они вроде описаны, но я сделаю акцент на самые важные моменты. То есть у нас конференции для партнеров двухдневная. Вход на двухдневное мероприятие 25 долларов, которых мы проплачиваем с кабинета. Гостей мы привлекаем только на первый день, и билет гостя 7 долларов тоже проплачивается с кабинета. В стоимость. Конечно, у нас запланированы кофейные паузы для всех, но вечером гости с нами расстаются, а партнеры остаются и продолжают вторую часть дня. После официальной презентации у нас общий ужин, у нас общий концерт, у нас общая развлекательная программа. То есть мы остаемся вместе допоздна первый день. Для того, чтобы попасть на вечернюю программу, все, кто живет в гостинице Юрмала СПА, у всех все включено. То есть вы просто проходите полную программу, включаясь в два дня. То есть у нас поток, двухдневный поток, все время будет информация, будут организаторы, которые помогают, показывают, все будет ясно и понятно. Но для тех, которые приняли решение оставаться где-то в других местах, вам за вечернюю программу придется сделать доплату. Это будет происходить на месте. То есть во время ужина и концерта у нас там будет свободное время, где сможем за регистрационным столиком провести свою регистрацию. На вечерний отдых это дополнительно 15 евро. Еще раз поясняю. Дополнительная плата для тех, которые не остаются в гостинице Юрмала СПА. Теперь про гостиницу Юрмала СПА. У нас зарезирован весь отель. Если вы сейчас самостоятельно обращаетесь, вы уже получали ответы, что мест нету. Места забронированы для компании Skyway. И броню держу я. Поэтому внизу у вас сейчас на слайде, у вас два имейла, адреса в кабинете на информационном листе. Они тоже указаны. Пожалуйста, по этим имейлам присылайте списки людей, которых нужно разместить в гостинице. То есть одноместный номер 56 евро, который мы только проводим вам бронь, регистрируем и оплату вы делаете на месте, приезжая. Двойной номер 70 евро на двоих. И бизнес двойной номер 84 евро на двоих. В эту стоимость ходит, конечно, и завтрак. И, как я говорила, все, кто остаются в гостинице Юрмала, продолжает вечерний отдых без дополнительных оплат. Если по этим нюансам, вопросам есть вопросы, пожалуйста, смотрим. Так, тут вопрос Евгению. Тут все понятно. Да, спасибо, Франтишек. С вами я хочу отдельно еще соединиться, потому что нам нужно обсудить еще некоторые моменты второго дня. Программу второго дня позже получите полностью. Сейчас, наверное, важно понять концептуально, в целом. То есть 22 октября, суббота, регистрация начинается с 11 часов, и в 12 начинается конференция. То есть мы работаем до 17. Извиняюсь, здесь ошибка. Регистрация с 11, конференция с 12 часов. После 17 у нас начинается вторая часть дня, которая завершится достаточно поздно. То есть ужин, концерт, отдых, да, с 19 и с 20, то есть, да, поздно. 23 у нас встреча для всех партнеров. Рабочая встреча. Здесь очень много будем говорить о новых пакетах, о новых условиях, некоторых дополнительных моментах в маркетинге, про опыт других регионов, выступлений лидеров. То есть, можно сказать, и выступлений, и информации про важный опыт, также знаний, также обучений, также новости, и, конечно, мотивации. Все вместе, то есть чисто рабочий день. Второй с 9.30 мы начинаем регистрацию, с 10 уже работаем, работаем до 2 часов. Кстати, вчера был мой вебинар, и поступали дополнительные вопросы по поводу экскурсии в Ригу. Оно не включено в программу конференций, но вот видите, второй день нам позволяет по вашему отъезду провести экскурсию по старому городу или еще некоторым другим красивым местам. Это гостиницы мы организуем, можно будет на месте записаться, сделать отдельную оплату, но это будет как организованная встреча, поэтому, или поездка, так правильно сказать. Поэтому это все возможно, приезжайте на месте. У нас будет целая команда сопровождающих партнеров, которые будут обслуживать всех гостей конференции, поэтому на все вопросы будут ответы, и везде будут регистрационные столики, где можно зарегистрироваться на дополнительные мероприятия, если у вас будут желания. Также будут некоторые совершенно новые дополнительные материалы. Имейте небольшой запас средств с собой на месте оплаты в евро, кому приходится менять свои денежные средства. Будет информационный материал, сейчас готовятся полностью новые флайеры, и еще некоторые сюрпризы для вас в виде материалов, которые, я надеюсь, вас обрадуют. Поэтому всех вас ждем. Встречаемся в Юрмале совсем-совсем скоро. Но от вас, как от лидеров, у меня одна огромная просьба. Будь добры, сегодня дайте мне обратную связь каждый лидер, каждого региона, представлен ли будет ваш регион на этой конференции. То есть, пожалуйста, на почту, я еще раз ее выставлю на нашем общем лидерском чате, мне нужна ваша обратная информация, какие регионы будут представлены на нашей конференции. А потом уже дополнительно списки с вашими людьми, которых нужно разместить в нашей гостинице. Ну что, всем хорошего настроения, и я надеюсь, до очень скорой встречи. Я вас приглашаю, жду, как говорится, welcome в Ригу, в Юрмалу. Спасибо, Ирина, передаю слово. Благодарю Инета, благодарю Алексей, благодарю Евгений. Коллеги, я надеюсь, сегодня было достаточно новостей для того, чтобы понимать, что очень быстро сменяется этап. Мне не хочется сегодня задерживать вас, потому что действительно горячая неделя. Вот самые главные акценты, я надеюсь, вы услышали. Еще раз хочу напомнить о том, что со следующей планерки все, что касается новостей нового этапа, мы обязательно просто подробнейшим образом все рассматриваем в цифрах и ответим на все вопросы. Поэтому, коллеги, сегодня просто была дана сравнительная информация о том, что действительно у нас очень быстро меняется. Возможно, до нового года еще два раза сменится этап, потому что действительно быстро мы идем. Просто очень быстро, скоротечно меняются события. И, как сказал Алексей, благодарю за такую тоже инновационную идею относительно того, что если в ваших регионах тоже появляется такая возможность, и вы проявляете активность, организовывайте, пожалуйста, самостоятельно телемосты. Мы будем включать это в наше расписание. Помимо наших постоянных текущих презентаций, семинаров, конференций, сейчас идет очень мощная организация к Юрмальской поездке в Юрмалу. Но, коллеги, уже на этой неделе мы начинаем формировать следующее объявление для региона, огромного региона России. И вы знаете, мы это планируем делать в Самаре. Поэтому, коллеги, активируйтесь уже сейчас. Даты все у нас обозначены. Мы уже сейчас не только готовимся к конференциям, но и, как мы все время говорим, к открытию клуба выдающихся людей, выдающихся инвесторов. И практически сейчас начинается планирование уже 2017 года по работе. Поэтому все наши спикеры, как радио, не выключаются никогда. Мы все работаем просто вот по полной программе. Какие есть вопросы, быстренько сейчас еще отвечаем и идем работать. Так, сегодня все директора выступали для вас. Да, Лариса, благодарю. Вот я сейчас смотрю, есть ли какие-то действительно вопросы, или мы просто переходим уже в работу в личку. На региональных фестивалях обязательно. Да, ну это, само собой, мы это даже не озвучиваем, что сейчас предстоит у нас первый форум в Европе. Поэтому это естественно, что все региональные лидеры обязаны присутствовать. Будет очень много также и внутренней информации. Поэтому, коллеги, личные встречи, то есть круглые столы не заменяют личные встречи, ничего. Наш формат планерок – это только текущая информация для того, чтобы вы были в курсе. Сегодня просто вы впервые узнаете о тех новостях, о тех изменениях, о планируемых пакетах. Еще хочу сказать о том, что, коллеги, ни одна цифра, ни одна запятая не берется нами с потолка. Все расчеты, все бонусы, все изменения в маркетинге, все изменения в пакетах, абсолютно все утверждаются, подтверждаются главной компанией и лично Анатолием Эдуардовичем Юницким. Поэтому вы должны понимать, мы движемся быстро и, как всегда, используйте те возможности, которые есть на сейчас. Вот если мы говорим, что через месяц мы не знаем, какие будут условия, значит, мы не знаем. И никто сейчас это не может сказать, потому что это будет зависеть от тех объемов, от тех инвесторов, от тех обстоятельств, на которые мы сейчас все работаем. Поэтому используем все возможности, которые есть сейчас. Есть еще один вопрос, отвечаем и будем уже завершать. Через какое время оплачивается работа в регионе? В сентябре работа проводилась, создано фото, приглашается. Значит, кто это пишет? Наталья Рязань. Коллеги, относительно работы. Очень много людей, которые приступили к работе, например, в сентябре, но на сегодняшний момент еще нет никаких результатов, значит, эта работа еще не оплачиваемая. У нас, как правило, 2-3 месяца идет подготовительная работа, месяц. Кто-то заходит сразу с очень большой структуры, у всех абсолютно по-разному. И наш финансовый отдел, как мы все время знаем, рассматривает полный отчет заполнения. Если у вас есть отдельный вопрос, мы еще его отдельно рассмотрим. Но то, что касается Натальи Рязань, я вижу, вы приступили только в середине сентября. Поэтому мы сейчас не отвлекаем никого время, мы это рассматриваем индивидуально. Мы заинтересованы оплатить и выделить каждого нашего регионального лидера, но по результату сделанной работы. Если еще какой-то острый вопрос, либо мы, коллеги, сегодня завершаем нашу встречу и включаемся в активную завершающую работу седьмого этапа. Спасибо за такую информацию, всех благодарим. Коллеги, как всегда, я также благодарю всех вас, всех нас, персонально каждого за работу. Все подключаются, делают так, как это могут. Поэтому всех благодарим и всем супер замечательной, активной, результативной недели. Коллеги, всего хорошего. Хорошо.